электронная запись мазок износа и результат примерно через 15 минут число заражений в германии опять растет и судя по всему чтобы пойти в музей или ресторан опять придется предъявлять сертификата вакцинации или негативный тест на коронавирус каждый раз мне приходится сдавать такой вот тест на коронавирус который скоро к тому же станет платным а все потому что вакцина которой я привилась российский спутник v до сих пор не признана в евросоюзе в такой же ситуации оказались и приезжие из россии и немцы которые специально летали в россии за прививкой и даже некоторые европейцы в венгрии по официальным данным спутником v привились более миллиона человек на днях еврокомиссия признала прививочные сертификаты san marina где большинство привилась как раз спутником v однако это еще не означает признание российской вакцины в евросоюзе в такой ситуации стоит ли мне уже привившись препаратом спутник v у себя на родине теперь еще раз вакцинироваться здесь признанными с вакциной за ответом и отправилась к немецкому врачу юрген застров главный врач по вакцинации в кельне в своей клинике на севере города он привил уже около двух тысяч пациентов разных возрастов но таких как я в его практике еще не было официальных рекомендаций на этот счет тоже нет но застров считает что ревакцинироваться европейским препаратом после спутника v безопасно но лучше где-то через полгода после первой прививки механизм работы векторной вакцины нам знаком даже если там использованы другие векторы чем у нас поэтому я предполагаю что никакого повышенного риска нет поскольку ваша первая вакцинация была полгода назад я бы с точки зрения рисков для здоровья относился к вам как пациенту который вообще не привит лучшим выходом из этой ситуации было бы признание спутника v в ес добавляет он но это может затянуться европейский регулятор с весны рассматривает заявку на регистрацию спутника v пока в евросоюзе официально допущены лишь четыре вакцины результатов исследований совместимости этих препаратов и спутника v также пока нет но сочетание вакцин разных типов действительно дают большую защиту организму говорят иммунологи векторные вакцины а спутник v это векторная вакцина очень хорошо комбинируется с препаратом мрнк поскольку это дает хорошую иммунную защиту мы увидели это на примере тех кто здесь германии получил первую дозу астрозенеки а вместо второй по соображениям безопасности мрнк вакцину и оказалось что эта комбинация особо эффективна с точки зрения иммунологии считает вальц тем кто уже привит спутником v необходимости ревакцинироваться нет но многие из тех кто оказался в этой странной ситуации все-таки решаются вакцинироваться повторно так практичнее одна из них дженнифер пальке она как и я еще в феврале привела спутником v в россии ревакцинировать германии девушку сначала отказывались потому что у меня спутник поэтому и не хотели прививать потому что не знали как там типа это будет совместно работать какие там побочные эффекты это все не было известно и я звонила в эти разные точки горячие точки спрашивал я могу пожалуйста привиться мне нужно типа ревакцинации они говорили нет 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 потому что у вас спутник я звонила своему врачу он отрицал говорит я с этим не хочу даже связываться в итоге дженнифер пришлось пойти на хитрость и скрыть что у нее уже была первая прививка в россии есть сделали укол препаратом фирмы байонтек файзер после второго такого укола она получит электронный сертификат люди с таким к вид паспортом могут без проблем путешествовать по евросоюзу а мне как и раньше нужно будет сдавать тесты или даже в некоторых случаях сидеть на карантине